МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите у гэтым выпуском. У середних научальных установок Гомельской области пройшли выпускные вечеры. У Гомель пройшел первый в Украине семинарная рада, просвеченный пытанию социального партнерства в сфере гандли и громадского харчавания. Выстава «Книга и культура» открылась в музее Палаца Румянцевых и Паскевичев. И она примиркована до 500 год за белорусского книгодрукования. А зараз об этом и иншим больше подробно. У середних научных установок Гомельской области пройшли выпускные вечеры. Селета аттестаты отрымали больше, как 8700 выпускников 11-х классов. Аттестаты об базовой эдукации отрымали и 14 тысяч в ушне у 9-х классов. С первым кроком уступление у дорослое житё выпускников Решеского района повиншавала Ганна Каральчук. Выпускный бальг – это финальная кропка у школьных историй юнаков и девочек. Еще вчера они садели за школьными партами и писали контрольные работы. А уже сегодня отклали усе подручники в бок и изменили школьную форму на вечернее убранье. Яны – выпускники, юные, пригожие и счастливые. Будучи инженеры, будовники, выкладчики и медики, программисты и дизайнеры. Всегда приятно видеть молодых энергичных, очень перспективных, очень амбициозных и очень профессионально подготовленных. Мне вдвойне приятно теперь уже как депутату видеть, что мы действительно растим хорошее, абсолютно с хорошим образованием базовым подрастающее поколение, которое придет достойной сменой. Я очень удовлетворен, что у нас много молодых, талантливых, способных людей. И саправды, научальный год для нашей области выдался поспеховым. Некоторые выпускники уже мают пелные переваги перед одногодками, бо являются переможцами заключного этапа Республиканской Олимпиады по учебных предметах. Всего в Гомельской области наличивается 32 таких 11-классники, которые уже цапер могут лечить себя студентами установ высшейшей адукации в ответственности с профилем отриманного диплома. Жизнь связала меня с русским языком, с Олимпиадами по русскому языку весьма удачно. В этом году я стала обладателем первого диплома на Республиканской Олимпиаде, и поэтому я планирую связать свою жизнь с русским языком. Филологический факультет ВГУ. У Рэджицы, яка у 15-ти и инших районах Гомельской области, выпускный вечер перетворился у соправдное городское свято. Тысячи же хоров собрались, а каля амфитеатра на березе Дняпра, каб поглядеть на урочистые 106 выпускников и поделить зимирадость. Ключовая частка свято – традиционное ушанование медалистов. Золотые и серебранные узнагороды сё лета отримали 28 человек. Гэта на 12 больше, чем летась. Четверо выпускников так само отримали посвячение специального фонду президента Республики Беларусь по социальной поддержке Талиновиты и Адораной молодцы. Особливые слова подзяки у гэтый вечер гучали у адрес педагогов и батьков. Бо все 11 школьных годов минавиты яны были поддержкой, опорой, а часами адзиной мотивацией для стараний в учебе. Головным героем вечера – выпускникам. Пожидали увособить у житё своей мары и николе не забывать об школьных годах. Пусть они будут счастливы, пусть то, что они задумали, исполнится обязательно в их жизни. И повторить школьные годы никогда не получается. И каждую минуту, прожитую сегодня на выпускных вечерах, пусть они запомнят на всю свою жизнь. Напереде выпускников чекают новые сторонки уже дорослого життя, которые отзначатся яркими подзеями, интересными встречами и новыми перемогами. И уже совсем худко, черговое выпробование, сдача централизованного тестирования. Пожидаем им поспехов. Ганна Коральчук, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» с Речицей. Показальное выступление выхованцев дитячого сада, вальс выпускников и закладка памятной плиты. Сегодня у специализованным лицеи при Университете грамадзянской обороны отбылся юбилейный выпуск. Установу наведал Олег Сенцеров. Это завсюда, хваляющий момент, развитание научной установки. Сегодня с ценной лицея покидаются еще 46 человек. Для них этот день, это речь, запомнится и по еще одной причине. Все это у лицеи юбилейный, 10-й выпуск. Лицей Министерства по надзвучайных ситуациях створили в мае 2004-м. За минулый час его выпускниками стали около 400 человек, 90% за яких протягнули в учебу в вышедших научных установках. Ким станут все эти выпускники, станут вядомы позднее, а по коль я не отримують аттестат об агольной средней адукации. У лицеях это не просто урочистая церемония, а на працеванных годами ритуал. Завтра я не знімуть форму с пагонами и перепрануться в звычайное денье, але я ще долго будусь лечить себе наученцами специализованного лицея при Университете грамадзянской обороны, установа, якая заявляється гонором Министерства по надзвучайных ситуациях. В целом уровень достаточно высокий, и база прекрасная для обучения, для занятий спортом, и проведения досуга, и культурные программы проводят серьёзные. Так что я уже не буду озвучивать, сколько здесь победителей всевозможных и учебных каких-то олимпиад, и спортивных мероприятий. Досягнение наученцов лицея, гэта у тымлику два гады запор прозовое место у Республиканском турнире «Золотая шайба» и летошняя перемога у складе сборной на чемпионате света по пожарно-прикладным спорцем. Тем дарычи, гонорация не токи сами вартовальники, але и вся в область. У свой час лицея был устроена по инициативе гуманского облаканкама. Только за почные 10 годов с бюджету на его развитие было выдастковано больше 50 миллиардов недоминованных рублёв. За гэтэ сродки пободавали спортивную залу и бассейн, адраматовали в учебные и жилые корпуса. Зараз термин научания у лицея 5 годов. Подчас выпускного лицеисты узгадывают, якими они пришли сюды и сами не верыць. Настолько великие змены. Я помню, у меня были очень большие щёки. Потом мне не нравилась строевая. Ну а так я не знаю, не помню, кем пришёл. Лицея меня очень сильно изменил. Лучшую сторону, в первую очередь. Выпускный у специализованном лицея при Университете громадянской обороны притягився 45 хвилін. По великим рахунку, это опошний урок сегодняшних выпускников. Они щиро радуются заканчению учебы и всеми силами мкнуться стремать слёзы от необходимости развития зустановы и сябрами. В осенью у лицея придёт новый набор. В этом году на первый курс меркуется залежить 60 человек. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля пройшёл первый украинский семинар на Раде просвечены пытанию социального партнёрства в сфере гандли и громадского харчавания. Удельниками стали представники Галины из некоторых областей краины. На сустрече побывали и наши корреспонденты. Профсоюзы, представники улады и бизнесу. У яким стане социальное партнёрство помеж ими у сферы гандли и яке у яго перспективы? Гэтое пытание стало головным на выездным семинары на Раде представников отповедных структур. Своего опыта гучили делегации с Гомельской, Могилёвской и Минской областей. Мы встретились с руководителем, где на высоком уровне идёт работа и в торговле, и работа с людьми. Здесь стабильные торговые предприятия. Мы хотели поделиться, как они сохранили стабильность, как они сохранили отношение к человеку труда. И несмотря ни на какие экономические там отрицательные позиции в других предприятиях, они всё равно на сегодняшний день твёрдо стоят на ногах. Мы поддерживаем эти предприятия и лишний раз хотим сказать руководителю, что мы профсоюзу плечом к плечу. На сустрече обмерковали и проблемные пытания. Одно из таких фактов скрытых оскорочении штата. Калина и Мальник по факте проводить оптимизацию. Правда, звольняя людей не по этой причине с выплатой выходной допомоги, а в связи с оскорочением контракта. И тут профсоюзным организациям важно принимать контрольные меры. Так само на сустрече подняли пытание своёчасовой выплаты за работные платы и выполнение норм коллективных договоров. Еще один из прикладов суместной работы Баку так званый народный контроль за ценами. Нагадаем, занимается им Федерация профсоюзов. Работа идёт в тандеме с Министерством антимонопольного регулирования и гандлю. Основная увага нададена контролю цен на социальные значные товары. На сегодняшний день профсоюзы выступают в роли независимого эксперта со стороны народа. То есть они смотрят, как изменяются цены по отношению к прошлой неделе, к прошлому месяцу. И, соответственно, делая совместный анализ, мы пытаемся возможно подсказать путь решения в том числе и на более высоком уровне, таким образом нам произвести сдерживание цен. Дорогу, сегодня в Гомеле назирается такая тенденция. Буйные объекты громадского харчевания закрываются, им на смену приходит маленькое утульное кафе. Навод, звычайные столовые на буйных предприемствах в опошние годы стали изникать. Замест их покои приемы ежи за обеденной зоной и бытовой кухонной техникой. Так, ясно недавно 80% буйных организаций Гомеля серьезно про это не задумывались. Десять столовые закрывали и десять сдавали у аренду. А позже месяц выканавшая улада в тандеме с профсоюзами звернула увагу на важность харчевания на вытворчестве. Проспоугоды заявились изрухи, у некоторых организациях уже шукают махчимость часткового финансования обеду, как стимулировать работников наведывать столовые и полновартосно харчеваться. И это еще один шлях супрационничества предприемствов Державы и профсоюзы в деле интереса у работников. Тэму развития социального партнерства плануется обмерковать и у остальных регионах краины, где так само пройдут подобные сустречы. Ганна Ковалева, Ихар Марышченко, телерадио компания Гомель. Инвестиционная привабность Мазера будет презентована на экономичном форуме. Мероприемство отбудется 14 червеня. Свой удел у им подтвердили посольства Азербайджана, Венгрии, Словакии и Молдовы. Вазя гостей форуму будет пропанована больше за 20 проектов у разных сферах. А кроме того, подрыхтована информация об наявности невыкористовываемых объектов нерухомости, якие можно набыть для организации бизнеса. Сегодня подведены выники 15-го республиканского огляда конкурса профессийного майстерства супрацовников Дорожно-патрульной службы Державтоинспекции Министерства внутренних справ Беларуси. На протягу трехдену дельники демонстровали свои навыки и измагались за звание лепших инспекторов ДАИ. Конкурсная программа включала спа-борництвы по огнявой подрыхтовцы, боротьбе и худкостным маневровании на легковым автомобиле. А поздним этапом стала проверка ведания правил дорожного руху и медицинской подрыхтовки. При этом спа-борництвы закликаны не только вызначить лепших в своей справе, а леудосканалец профессийное майстерство супрацовника УДАИ. По выниках спа-борництва у командным залику перемогу отрымала Гомельская в область. У особистым залику головная узнагорода так само у представника нашей в области командира роты Дорожно-патрульной службы Держаута инспекции Управления внутренних справ Гомельского обл. Ваконкам Сергея Бондаренко. У регионе даден и старт акции «Летний патруль» это комплекс профилактичных мероприемств которые будут совместно проводить областный комитет БРСМ и управление МНС. Подчас открытия акции были разгледжены проблемные моменты и успехи минулых годов а так само складены план зеню молодежных отрадов оховы правопарадку. Яны будут складаться переважно со студентов ВНУ и представников субъектов профилактики. Акция «Летний патруль» накеравана на попереджене надзвучайных ситуаций природного и техногенного характеру пропаганду сяроднасельництва веда обеспеки житедейности. Супрацовники подразделения МНС суместно с молодежными отрадами проведут во усих районах мероприемствы накераванные на профилактику пожаров и нешасных выпадков на воде. Будут организованы рейды у леса и на торфяники. Заплановано патрулевание местов для купания и отпочинку. Даже если благодаря этой акции мы спасем одну жизнь, то, я думаю, она уже прошла не зря. Наши мауповцы будут совместно с сотрудниками МЧС раздавать агитационную информацию о том, как нужно себя вести на водоемах, о том, что нельзя находиться в выпившем состоянии и, как показал опыт прошлых лет, то, что интерес у населения к этой акции есть. И они относятся с пониманием к этому. И благодаря взаимодействию с Белорусским Республиканским Союзом Молодежи мы организовываем совместную работу на всех этих опасных участках, то есть в лесах, на водоемах и, в том числе, в жилом секторе, что позволит нам уменьшить как гибель людей от внешних причин, так и возникновение чрезвычайных ситуаций на территории области. Выстава книга и культура открылась в музее Палаца Румянцева и Паскевича. Она примеркована до 500 годзе белорусского книга-друкования. В экспозиции каля 350 миниатюрных выданев. Это частка уникального приватного сбора столичного коллекционера Яугена Ксеневича, який наличвая больше как тысячу миниатюрных книг. У коллекции выданья по философии, истории, творы классиков сусветной литературы, детячая книги, атласы. По мер самога маленького выданья коллекции 5 см в джиню и 4 см в ширину. На ведовольнике выставы смогут убачить оригинальные экземпляры миниатюрного книга-друкования. Например, сборник вершал и песнь Адама Русака с автографом автора, двухтомник творов Янки Купалы Якуба Колоса, копию сборника вершал, який брал с собой у полеты советский космонавт Петр Климок. Миниатюрная книга это не просто книжное издание, это настоящее произведение искусства. Несмотря на свой размер, они вмещают в себя информацию такую же, как полноценная книга. Например, в одной из них более 400 страниц. И это не только текст, но еще и иллюстрации. Каждая из этих иллюстраций также является произведением искусства и в первую очередь из-за своего размера, а во вторую очередь еще и потому, что это иллюстрации, которые выполнены известными художниками. И оплошнее поведомление с 12 по 30 червень в доме профсоюза по улице Советская 29 проходит кермаш цар мед. Свежий мед по цене от 7 рублев за килограмм, а так само товар для дома и дальше. Усё по 3 рубли 50 копеек. Час работы кермаша с 11.00 до 18.00 Гэта и иншая новинна вы можете знайсти на нашем сайте у интернет по адресі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершен и у студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новиннов и до встречи!